Салем Долстар. Российский пересидент и по совместительству Великий Геостротек тут на одной из своих сходок заявил, что русские князья оплатили дань Золотой Орде для того, чтобы защититься от западного нашествия. Послушайте сами. Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с запада. Подождите, это не тот же самый человек, который говорил, что у казахов никогда не было государственности? Территория, на которой государства не было никогда, у казахов не было государственности никогда. Он ее создал. А стоит ли напоминать, какая страна и какой народ являются наследниками Золотой Орды? А вообще, российский пересидент здорово подставил своих фанатов, любителей Советского Союза, которые направо и налево любят заявлять о том, что если бы не Советский Союз, то в Казахстане пришла бы цивилизация, а казахи так и бегали бы по степям дикими племенами и ходили бы за юрту. Ну и что им теперь после этого говорить? Ай-яй-яй, здорово подставили. Подождите, это что получается? Пока русские князья собирали дань со своего бедного населения по приказу золотоординских ханов, в то же самое время Золотая Орда строила успешные торговые отношения с купцами из того же самого Запада. Это что получается, что русских князей надули, просто нагло обманули. Но в одном Путин точно прав, хоть Золотая Орда и собирала дань, но по крайней мере они не отнимали у людей языка, культуры, традиций, их религиозных ценностей и так далее. Послушайте, он об этом сам говорит. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного нашего языка, традиций, культуры. На что претендовали западные завоеватели? Может быть, кому-то стоит поучиться у Золотой Орды, потому что мы знаем, что на протяжении истории, что Российская империя, что Советский Союз, что сейчас Российская Федерация занимается тем, что отнимает у народов их язык, культуру, традиции и так далее. И при этом сами же за это же и осуждают Запад. Мол, посмотрите, Запад колонизировали, отнимали культуру, язык и традиции и так далее. А сами-то? Ну, как обычно, к России просто идеально подходит поговорка. В своем глазу бревна не вижу, в чужом соринку замечаю.